приветствую вас давайте разберем ваш вопрос который вы задаете значит что я буду делать я буду читать текст дайм и давать какие-то комментарии потому что он у вас достаточно обширен но достаточно объемен и соответственно я не буду его перечитывать и так нужна поддержка как поступить с парнем который страдает по своей бывшей никак не поступать дело в том что если парень страдает по своей бывшей то либо ему нужна помощь психолога при условии что человек так скажем хочет ну как-то решить для себя эту проблему да вот либо человеку выгодно находиться в такого рода отношениях человеку выгодно находиться в этом состоянии оно ему что-то дает например оно ему дает возможность давить на жалость оно ему дает возможность чувствовать себя несчастным и оно самое главное дает возможность разрешить себе некоторые вещи например там общаться с другими людьми взаимодействовать другими людьми в частности девочками и так далее дальше что касается советов то психологи советов не дают это важно понимать мы можем вам помочь разобраться в себе можем помочь вам решить ваши личностные проблемы но мы не даем советов что касается поддержки опять же поддержка подразумевает то что вам сейчас тяжело и вот это тяжесть то есть состояние которое вы описываете она состоит из нескольких факторов из некоторых факторов первый фактор это фактор неприятности переживания когда переживание болезненно когда переживание трудно когда оно сопряжено с понижением комфорта и так далее это один момент и второй момент это фактор ответственности а именно что вы взваливаете на себя больше чем вас спасло и соответственно сами вы не справляетесь и вам нужна поддержка вот в первом случае можно помочь вам прожить то что вы испытываете и освободиться а во втором случае нужно просто ограничить свои усилия чтобы они совпадали полностью с той границей с той гранью ответственности которые вам комфортно приятно Дальше уже полтора года я состою в переписке с Парлом он из Азербайджана я старше его на 10 лет посмотрите Отношения по переписке это отношения которые являются следствием того что как вы сами пишите в конце своего письма значит являются ваши отношения по переписке это следствие того что вам знакомится в реальность и страшно то есть вы изначально чего-то боитесь у вас есть неуверенность у вас есть тревога соответственно вы по некоторым причинам избегаете реального контакта и уходите в переписку вот дело в том что переписка даже при условии что она хорошая то есть при условии что вам интересно молодому человеку интересно она все равно является акцентрированной это значит что в переписке я центрирую свое внимание на каких-то качествах ваших ваших вот которые для меня являются актуальными а все остальное я себе дорисовываю и все остальное я себе дофантазирую поэтому необходимо сказать что понимаете вот то что вы описываете пока что является следствием того что вы боитесь близости боитесь сближаться речь идет о физической близости речь идет о психоэмоциональной близости и возможно об интимной близости хотя что здесь превалирует конечно сказать достаточно сложно потому что слишком мало информации вот дальше то что вы выбираете человека то что вы выбрали себе такого молодого человека который младше вас на 10 лет это говорит о том что более более равный вам по возрасту партнер с одной стороны представляет опасность а с другой стороны это то что вы сами пишите по поводу его задора и юмора и так далее так то есть вам этого не хватает человек для вас является батарейкой которая вас подзаряжает что по большому счету и определяет вашу зависимость от него свою жизнь самостоятельно организовать так чтобы она генерировала в вас энергию чтобы она генерировала в вас ну вот то что то что вызывало бы у вас удовольствие и прочее да у вас не получается в силу скованности в силу страха в силу комплексов возможно негативного опыта поэтому вы пытаетесь это добрать у другого человека вот также очень важно сказать следующее что говоря о разнице возраста мы имеем здесь дело с родительской позиции по отношению к человеку то есть да да у вас к нему симпатия да у вас к нему интерес в том числе и сексуальный но мы здесь имеем дело именно с тем что вы изначально не относитесь или не относились к мужчине серьезно то есть вот ваша шутка по поводу того что вы значит старше у него на 10 лет вы для него старушка это вот как раз история про с одной стороны ваши комплексы а с другой стороны про то что как бы вот серьезно вам воспринять молодого человека слот серьезно если вы воспринимали его всерьез изначально то возможно никаких отношений бы и не было да вот значит разговорились в голосовых знакомствах да ну опять же тут есть элемент голосовых знакомств которых заключается в том что люди начинают свое общение да да на основании так скажем центрированного интереса именно что центрированного интереса то есть по сути выделяются какие-то качества человека на них заостряется внимание к этим качествам все время происходит как бы апелляция вот при этом другие качества человека свойственные для него и в том числе для вашего собеседника эти качества к сожалению или не замещаются или не принимаются или отходят на второй план вот этим в негативную сторону отличается как раз таки интернет знакомства ну или голосовые знакомства то есть понимаете как бы провести время как-то развлечься может быть даже встретиться для непринужденного времяпровождения при удачном стишине обстоятельств для этого знакомства подход выстраивать же серьезные отношения с очень маленькой долей вероятности можно назвать хорошей идеей дальше показалось много общих взглядов и интересов да ну вот смотрите допустим допустим действительно может быть много ну взглядов и интересов общих это правда это действительно может быть вопрос заключается немножечко здесь в другом вопрос заключается в том что вы как бы вот опять же да я не знаю замечаете вы это или нет но вы обесцениваете то что у вас это общее есть вы это обесцениваете тем что шутите называет себя старушкой при этом при этом важно понимать что это в то же время идет намек на потребность в отношениях но прямо именно что прямо об этом вы не говорите да то есть уже вот на таком таком уровне появляется недосказ что подкупает его молодость задор чувство юмора все то что нужно как было это является скажем так основанием для формирования зависимости но это все больше приобретает странные ожидания доставляет мне выраженный эмоциональный дискомфорт объясню почему вот смотрите ни в коем случае я не хочу сказать что ваши объяснения не возьми но я хочу сказать другое я хочу сказать что как мне кажется как мне думается что не особо имеет значение почему вам не комфортно гораздо большее значение имеет то что вам уже не комфортно и гораздо большее значение имеет то что вы судя по всему с этим ничего не делаете сами то есть вы требуете от молодого человека с этим что то сделать вы хотите чтобы он убрал то чтобы он перестал страдать например по бывшей своей чтобы он перестал с вами делиться этими вещами и так далее но при этом сами вы я подчеркиваю ничего не делаете для того чтобы себя из этого дискомфортного состояния вывести почему потому вы что то от этого получаете вы что то получаете от этого и выходит так что по факту вы говорите мне не нравится но это то это прекрасно чувствуется это прекрасно ощущается не смотря на все что вы описываете мне это не нравится но это то есть находиться с тобой да быть с тобой стоит того чтобы терпеть какие-то нюансы и молодой человек в принципе об этом знает то есть он это чувствует прекрасно он это видит он может заметить что раз вы остаетесь с ним несмотря на то что вам не нравится на то что вы говорите о том что вам неприятно значит все в порядке и значит можно плюс-минус продолжать делать то что он делает что он и делает именно по этой причине именно по этой причине как бы вы находитесь в том состоянии сейчас в каком находитесь состоянии когда по сути вы ничего не контролируете вот дальше изначально мне писал что несколько месяцев назад у него умерла невеста и он подавлен и разбит я поддерживала успокаивала выслушивала его часами что здесь происходит здесь происходит нарушение личной границы здесь происходит то что вы ставите себя выше в позицию спасителя это треугольник карпмана изучите в интернете самостоятельно и сейчас говорить об этом не буду через полгода выяснилось что девушка вполне содержит его и активно собирается замуж с другом иными словами все это время он искусно и убедительно мне врал и обратите внимание что вы это простили пример то есть вы ничего не говорите о том как выяснилось какой этот вопрос решили решили ли вы ну как то обсудили ли вы его вот и или нет дальше ну и сейчас страдания у бывшей не прекращаются ищите ищите вы да может быть речь идет о травме человека то есть ну для человека это действительно может быть травма но только за это ответственны не вы он следит за ее жизнью во всех социальных сетях просматривает заметные фотографии делает нарезки из любовных мелодрампичек стихи и песни пытается вычислить тяну бывает и я понимаю время от времени пытается даже есть что-то писать обо всем этом мне докладывает на правах другу и даже присылает кончет это история про что это история про нарушение личных границ ваш да что в какой-то момент вы чувствуете себя не готовы слушать от определенного мужчины определенную информацию не готовы не готовы вы готовы не готовы вот просто не готовы это нормально понимаете вы можете сказать да но вначале он был не другом я вот не уверен в том честно говоря что человек изначально был вам друг я об этом не уверен почему я об этом не уверен не уверен потому что то как вы сказали о нем не создало у меня впечатление что вы его изначально воспринали как друга и что он понравился вам как другу но с учетом с учетом того что вы можете бояться например ответственности с учетом того что вы можете бояться сближаться с человеком вполне вероятно что вы предпочли в определенный момент защититься дружбой вот и просто представиться так что ну мы друзья как бы мы друзья ну ничего ничего друг другу не должны например вот эта история достаточно распространенная эта история когда друзья называются друзья называются друзьями хотя ну как бы друзьями они не являются вот ну даже близко даже близко они не являются другим вот это очень важно как мне кажется это очень важно понимать очень важно понимать и замечать этот аспект вот потому что если вы этого не понимаете не замечаете не замечаете что ну вот скорее всего ситуация будет снова и снова складываться вот таким а для вас неприятным образом к сожалению большим своему вот поэтому тут вопрос о том что вопрос о том что вы к себе в первую очередь оказались невнимательны вот какая вот какая какая здесь история ну вот невнимательны вы оказались к тому что началось с вами происходить поэтому говоря о том что человек например вам воор вы тоже самое можете сказать и про ага ну пока то же самое можно сказать и про про себя к сожалению вот то есть вы вы как бы обманываетесь себя тоже в этом смысле вот поэтому вот тут такой момент так что я прекрасно понимаю понимаю я прекрасно понимаю что ну что вам может быть на самом деле неприятно но стоит задать себе вопрос относительно того что конкретно я сделала для того чтобы эта ситуация скажем так стала возможной да что я сделала для того например чтобы этого не было вот дальше подразумевается подразумевается под так скажем кавы кавычки то есть что что вы вкладываете в кавычки почему кавычки почему кавычки то есть это предполагается что предполагается что вы кто вот ну не знаю не верите что человек предполагается что что вы ну например считаете что ну допустим что он вас обманывает ну относительно вот того что это случайные девушки например или что то есть почему кавычки то вот здесь если кавычки значит это ну значит это неправда если это кавычки если это кавычки значит вы ему не доверяете а если вы ему не доверяете то вам нужно определиться с тем что вы будете что вы будете делать делать со своим недоверным к человеку а вы этого не делаете на это я бы хотел особенно подчеркнуть обратить ваше внимание опять же то есть сейчас это выглядит просто как то что вы обвиняете человека вот он такой вот он делает вот так вот вот мне это не нравится вот он такой плохой и так далее ну к примеру к примеру к примеру опять же говорим только сейчас к примеру вот 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 ну и что вам это дает что что вам это дает кроме какой-то обиды да это что вам это дает Если вы и проигрываете молодым девушкам, то совсем не из-за возраста, а из-за того, что не цените себя. Козыр козыр, это как вы, я надеюсь, понимаете, никакого отношения это в принципе не имеет. Ни при чем не сложно. Слово совсем. Пойдем дальше. Но я ему не друг. Как вы, вот здесь хочется спросить, да, как вы дали понять, ну, например, мужчине, да, как вы дали ему понять? Ну, грубо говоря, быть, например, чем-то большим, чем друг. Дали ли вы это ему понять вообще? Потому что там не возможно, что нет. Нет. А если да, то здесь такой момент. Понял ли он это так, как хотели вы, чтобы он понял. Понимаете? 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 Какая штука. То есть то, что вы ему, ему не друг. Но вот как вы ему об этом сказали, как вы ему об этом донесли, что вы ему не друг, не друг. Что-то это вопрос. Это вопрос. И вопрос очень и очень важный, очень и очень серьезный. Потому что, опять же, дружбу все понимают по-своему. У всех свои какие-то представления, свой какой-то опыт относительно того, что есть дружба, а что нет. Дальше. Я вижу все эти сообщения, меня угнетает их в лид и расстраивает. Ну что же. Давайте в таком случае по каждому из этих пунктов попробуем брать их. Чем злит? Чем расстраивает? Как злит? Как расстраивает? Давайте попробуем с этим разобрать. То есть сформулировать более четко, более подробно то, о чем вы пишете. Потому что сейчас пока что больше вопросов, чем ответов. К сожалению. То, что у вас этот лид говорит о том, что, опять же, личная граница наруша. Ваш. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что, судя по вашим словам, это ответственность. Ответственность. Ну, это ответственность мужчины. Здесь. Ответственность мужчины в том, что он вам это пишет. Соответственность человека в том, что так делать. Человек может писать и делать все что угодно. Вы не можете повлиять на его, например, действия, на его, например, поступки и так далее. Но это вы не способны. А вот влиять на, в общем и целом, свои действия и свои поступки. Вы вполне себе можете здесь перекладывать ответственность на него. Почему? Почему? Почему так? Потому что вам так комфортно. Вам так комфортно, вам так хорошо. То есть, иными словами, вы получаете от этого какую-то выгоду. От того, что происходит. Дальше. Я много раз предлагал это обсуждать. Говорил, что мне надоело. Но спустя все равно всплывают воспоминания о бывшей скриншоте, фотографии, разговоры о том, что он никого никогда так больше не полюбит. И ни одна женщина не прикоснется к ним. Но, понимаете, если вы в конце своего сообщения, да, своего письма, пишите о том, что, ну, например, вам страшно его бросать. Например. Вот. Если вы в конце своего сообщения пишите о том, что там, грубо говоря, боитесь одиночества, там, боитесь отношений, к нему прикипели, к нему привязали. Ну, и естественно, естественно, что все вот это не имеет никакого смысла. Что вам надоело и так далее. Очень, очень быстро. Кажется вам. Очень быстро. Молодой человек понял, что вам, в принципе, можно, ну, все что угодно, все что угодно можно вам писать, все что угодно можно вам говорить, все что угодно можно делать. Вы, скорее всего, это все, ну, как бы, принять, скорее всего. И, собственно, так и происходит. Ну, вообще говоря, так и происходит. Вы действительно это все принимаете. Вы действительно это все, на самом деле, как бы, пропускает. То есть, вы действительно, на самом деле, позволяете этому самобыть. Вот. Так как же тогда действовать для молодому человеку в этом смысле? Как он может по-другому делать? Так, при этом, много флёртусов, ну, и много намеков откровенных. Все-таки обещают приехать, говорить, что они такие, как другие, и жалеть, что далеко будешь, он осматривал бы отношения с ним. Обратите внимание, что все это говорится без какого-либо понимания, без какого-либо понимания, того, что вы за человек. То есть, обратите, пожалуйста, внимание на то, что вот все это говорится без, ну, без подкреплений. То есть, вы, условно говоря, что вы не видели, да? Ага. Условно говоря, какой он человек, какой вы человек. Вот. Вы до конца, до конца, до конца. Не знаете. И это нормально, вы не можете это узнать. Но он уже говорит о серьёзных отношениях. О чём же это нам свидетельствует о том, что в данном случае он говорит корейцу то, что вы хотите услышать. Ну, в общем, в целом, в целом, ну, получается, и, на мой взгляд, получается неплохо. Эх, как мне кажется. Ну, неплохо, получается говорить вам то, что вы хотите услышать. Потому что это же то, чего вы хотите. Правильно, правильно, правильно. То вы же хотите, вот, о, о, серьёзных отношений. Вот. Вы же хотите, не знаю, встретить и так далее. Это всё вот, как раз, история про ваши селания. Вот. Дальше. Несколько раз за это время мы ругались и не общались по нескольку месяцев. Но затем он или я возобновляли общение. Здесь имеет смысл сказать про психологическую игру скандала. Вот. Здесь имеется смысл об этом сказать. Почему? Почему имеется смысл об этом сказать? Потому что, вот, то, как вы, ну, спичите об этом, да, вот, то, как вы говорите об этом, это ведь наглядно показывает, что вы не очень хорошо отдаёте себе отчёт в том, как вы выстраиваете отношения с ним в отношениях, вот, как конкретно это делаете, вот, что вы чувствуете в этот момент, какими способами вы выражаете свои эмоции, как вы говорите о том, что вас беспокоит. на мой взгляд, делаете вы это, мягко говоря, не слишком умело. Вот. Но опыта в данном случае у вас нет. Вот. Можно ли вас научить? Можно. Ребята, нужно хотеть научиться. А вот хотите ли вы научиться? Большой вопрос. Но чтобы в этом разобраться, я спрошу вас так. Так. Какой вклад вы сделали в ссору и или конфликт? Каков ваш вклад конкретно? В конфликт. Вот именно ваш вклад, какой он. Дальше, когда вы мирились, какие выводы вы делали, к чему вы приходили, что вы решали. Вот. Это очень важно. Увидеть. Вот. К чему вы приходили. Если вы не приходили ни к чему, ни к чему, то тогда я бы не назвал это примирением на самом деле. Я бы назвал это просто закрыванием глаз на проблему. Это не примирение. Хочу, хочу, чтобы вы постарались это для себя понять. В последнее время чаще себя уловлю на мысль, что я будто бы общаюсь с человеком с множественными личностями. Один из которых отступает нежными сообщениями и намёками. Второй говорит, что я его друг. Как обрести отталкивают и ностальгируют о своей билой любви. Как в нем все это совмещать? Ну, человек, в данном случае, южный. Достаточно симпирабельный и подвержен, в общем и целом, ну, довольно серьезному, как кажется, по крайней мере, влиянию настроения. То есть, очень важно вот понимать, что мужчина, вот, человек настроения. И будучи человеком настроения, вот какое у него настроение, такую он и транслирует по виду. Ничего в этом такого, скажем так, сверхоординарного нет. Абсолютно. Но устраивает ли это вас? Вот в чем вопрос. Понимаете, какая штука? А если вас это не устраивает, чтобы просто терпить? Для чего вы терпите? Да? Почему вы терпите? Не понятно. Ну, вы на что-то надеетесь? Ну, само собой. Вот. Но насколько оправданы ваши ожидания? Стоит ли оно того? Стоит ли оно того? Стоит ли оно того? Большой вопрос. Ну, на мой взгляд, конечно. Конечно. Судя по тому, что вы описываете, ну, возможно, что... Возможно, что не стоит. Вот. Вот. Ну, это... В данном случае, конечно, решать, я думаю, что... только вам. Как мне кажется. Дальше. Ощущение, что ответственность по забыванию бывшей девушки лежит на мне. Я недостаточно стараюсь. Это чувство вины вызвано, в первую очередь, как я уже сказал, нарушением. Личных грани. Ваших. То есть, вот. Ну, вы... Фами. Фами. Стоит ли, да. Подваляете. Насчет... С... 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 Личные границы. А... С другой стороны, это... Вот. Э... Э... Такая вот сверхмотивация. Сверхмотивация. Мотивация, потому что вы... Заинтересованы... В том... Чтобы молодой человек сам остался. Вот. А... В то же время... В то же время... Передать... Ответственность. Э... Ну, вот. Мужчины. У вас... У вас не получалось. Сказать, что ну... Это твоя проблема. Почему? Почему? Я должна... Тебе помогать. Дальше. Несмотря на все его просьбы о помощи и их советах. Мне кажется... А... Мне кажется, он не хочет сделать ничего. Чтобы избавиться от этих чувств. Правильно, ему выгодно. Вроде как притягательный образ страдающего романтика. Даже если вдруг и приедет. Что-то будет секс без малейшей симпатии. А... Вам хочется чего-то больше. Я не чувствую настоящей искренности и заинтересованности. Как будто все, что происходит в моей жизни, незначительно постепенно. Это правда. Так вы себя ощущаете и чувствуете. Изначально был азарт. То есть, теперь в глубине души я уже не уверен, что хотел бы заняться его вместо вашей девушки. Чтобы меня после возможного разрыва также стерилизировали свою любовь и преследовали. Но если вы сами так вот себя чувствуете, то были или не были, возникают вопросы. Что же тогда до сих пор вы делаете с этим человеком? Вот если вы, по сути, расставили все точку на три, сказали, что вот мне не нравится то-то-то-то-то-то-то-то, то-то-то-то-то. Вот. Что тогда вы делаете-то? Знаете, какая штука. Вот это, на мой взгляд, является тем, что, как мне кажется, вставляет основу, вставляет основу, и для вашей, скажем так, противоречи. То есть вы притворачиваете вот здесь, в этом моменте, и не только в этих моментах. Дальше. Вы пишите. Проблема в том, что я очень крепко подсела на эти эмоциональные качели, как именно, и привязалась к нему. Мне, по-моему, не хватает ярких эмоций в жизни, заводить реальные отношения в жизни сложно и страшно. У меня было совсем немного отношений, кроме того, масса свободного времени, потому что я бы заработал сейчас. Так это вопрос вашего кризиса и ваших проблем, которые нужно решать со своим психологом. Не страшно, что, если резко оборву, досуга от общения, а разговоры по душе не помогают, потому что только обрадоваться, что любят личную пространство и боятся привязать и не быть настолько зашлевыми и незначимыми, то я начну инициировать на общение. Ну так с этим нужно работать. Работать необходимо с той части личности, которую вы себе подавляете, судя по всему. Вот. То есть, ну, в этом смысле вас можно понять. Поймите, пожалуйста, вас можно понять. Но другое дело, что вы все это описываете вот исключительно как бы в второстепенном ключе. Как бы. Я расстроен, подавлен, думаю об этом все последние дни. Понимаю, что в голову человек к другому человеку не залезли, не залезли, но все же хотелось бы услышать мужскую точку зрения, правильно ли? Я понимаю, что он самостверждается в нашей общине и никаких реальных поступков, типа приезда моей стороны уже не будет. Вот вы в двух способах поступаете как классический такой созависимый партнер. Пытается понять другого человека. В этом заключается одна из ваших серьезных ошибок, потому что другого человека, как бы вы ни пытались, вы не поймете. А вот в других, очень легко в этом упустить принад. Знаете, какая же такая? Ну, откуда? Откуда? Психолог может узнать, что на самом деле является прант. страха? Ну вот. Френа? Откуда? Психолог может узнать? Ну вот сам подумай, смотри. Сам подумай, пожалуй. Откуда? Психолог может узнать? Никак. Мы этого знать не можем. Будут ли с его страны какие-то реальные действия? Не будет с его страны каких-то реальных действий. Это совершенно не верно. Потому что это другой человек. Знаете в том штуку? Это именно другой человек, который обладает своей психикой. А вы предлагаете нам как бы погабать. Это так не работает. От слова совсем. Ну и повторюсь, что вы очень сильно, на мой взгляд, обделаетесь и придаёте себе и так далее. Именно тем, что вы пытаетесь понять товарища. Вот. А товарищи понять? Недве. То есть вас понять можно, а товарищи понять? Недве. Понимаете, да? Скажут. Пожалуйста, обратите на это внимание. Слава. Дальше. Как было бы экологичнее прекратить общение, чтобы при этом не сквозь и не прекратить скандалы с обидами по отношению к его бывшей и случайными девушкам? Обиды сначала нужно прожить. Ну, ваши обиды, я имею в виду. Все обиды, которые у вас есть, их нужно прожить. И уже когда вы это делаете, ну, думаю, что вам будет проще, легче сказать человеку о том, что вы вот чувствуете, что вы хотите, что вам нужно и так далее. Ну, думаю, так. Потому что сейчас, сейчас, но сейчас, когда, когда вот у вас с этим эмоций очень много текущих глаз, бурля, конечно, очень сложно и стесело, ну, на мой взгляд, вам будет, ну, это, ну, нормальный, абсолютно нормальный что тут нет ничего такого удивительного, что вы в этом смысле, ну, прямо скажем, это абсолютно такая здоровая реакция, здоровый человек. Дальше. Как поддержать и укрепить себя в этом решении? Ответ достаточно прост, на мой взгляд. Он заключается в том, что вам необходимо наполнять свою жизнь, в первую очередь. Если вы свою жизнь не наполняете ничем, если вы свою жизнь не наполняете теми эмоциями, о которых вы как раз-таки говорите, если вы свою жизнь, если вы не управляете и не владеете своей жизнью, да, то, естественно, конечно же будут проблемы серьезные. Поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, не поддерживать себя нужд, как вы говорите, не поддерживать себя нужд. На мой взгляд, нужно работать над расширением, как бы, сферы вашей жизни. Вот что действительно может помочь вам, что-то исправить. И в этот ключи даже с человеком, в принципе, расставаться. Вы не поверите. Совсем не нужно. Совсем не нужно в этом смысле расставаться с человеком. Вы просто будете потихоньку, можно так сказать, переключать свое внимание на какие-то другие вещи. Вот это все. Понимаете? Какая сторона? Ну, то есть, вам не нужно с человеком расставаться. Я, честно, считаю, что такое вот резкое расставание с кем-либо. В данном случае мы говорим, а вот, да, при условии, что вы вот к человеку, ну, при условии, что вы к человеку вот прикипели, как вы говорите. Я не думаю, что это вам как-то поможет. То есть, это действительно будет очень, ну, драматично, скажем так. Это не тот путь, который вам вообще ничего хорошего не даст. Вообще-то это, ну, знаете, такой, такой, как мне кажется, заведомо, заведомо, заведомо деструктивный путь. То есть, если вы понимаете, что я имею в виду. То есть, это изначально путь, который вот ведет как-то во... как-то никуда на этот путь, на этот путь идет. Никуда. Вот. И это не случайно. Потому что вы, на мой взгляд, сейчас саботируете любые реальные, скажем так, перспективы того... перспективы того, чтобы вот ситуация изменилась. Я понимаю, почему вы это делаете. Прекрасно. Вам что вы боитесь? Вам нужно осознать, осознать и увидеть, что это не ведет абсолютно никуда. не ведет. Такая модельность, ну, поведенческая. Вам нужно осознать и увидеть, что это абсолютно никуда не ведет. Такая модельность, ну, поведенческая. Вот. Вам нужно увидеть, что этим вы ситуация... только ускорбляется еще больше. Прямо что-то страшно. Ну, так, собственно, вы знаете, вы понимаете, что... что вам, ну, что вам, что вам это будет... ну, нелегко. Вот. И ставя перед... собой... такую задачу... вот. Вы... конечно же... сибортируете вот... сами... ну, сами сюда. По сути. по сути. Я бы хотелось... очень хотелось... чтобы этого избежало. Вот. Понимаете? Как раз так. сибортирует. Поэтому, собственно говоря, я и предлагал вам не заниматься такой задачей. сибортирует. Оставит молодого человека покоя, жить... жить... своей жизнью, разобраться... эм... разобраться... в... в... в ней. А дальше уже... покажут только время. Дальше покажут... эх... э... только ваши... ну, вот... э... скажем так... э... покажут... э... показывают... то, что вам хочется. и покажут то, что вам хочется. Насколько вы на самом деле подходите, опять же, к своему мужчине. А если мы говорим про акценты, если мы говорим про заострение на каких-то вещах, то, естественно, мы, по сути, сразу отказываемся назад. Как будто бы ничего мы и не делали, поэтому давайте не будем тратить время, ваше время, ваше драгоценное время. Мы не будем тратить, и тратить не будем давать на наше время тоже. Давайте постараемся просто решить начать решать проблемы. Вот. Даже несмотря на то, что это страшно и болезнь. У вас есть все шансы для этого. У вас есть все равно для этого. В частности, вы хорошо, очень хорошо, на мой взгляд. Понимаете свою проблематику. Вот. Ну, да, как бы, вот, проблематику вы понимаете, да, но боитесь. Боитесь. Вы к ней, ну, к ней прикоснуться, к этой проблематике. Ну, ничего страшного, опять же, психолог вам поможет, вы не одной. Вот. И в целом, я думаю, что у вас все получилось. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Всего вам самого доброго. Удачи. Обращайтесь, обращайтесь за помощью. Вам она, эта помощь, пригодится. А мы вам с огромным удовольствием поможем.